Купальница-цветок, описание растения, посадка и уход в огороде. Купальница-цветок, который известен каждому. Чаще всего это растение встречается в дикой природе, но некоторые виды культивируются и на садовых участках. В последнее время цветоводы все чаще используют его для украшения своих клумб, поскольку оно обладает яркими декоративными характеристиками и считается неприхотливым. Как выглядит цветок-купальница? Цветок-купальница выглядит ярко, но одновременно скромно. Его шаровидные желтые головки встречаются практически повсюду, как в низинах рек, так и в городских парках и скверах. Везде они смотрятся органично и естественно. Что собой представляют цветы купальницы к сведению? Род купальницы – это травянистые многолетние растения семейства лютиковые. Кратко об истории появления существует множество мифов и легенд о происхождении цветка и его название. В славянской мифологии 6 июля отмечается день аграфенной купальницы. На этот период приходится массовое цветение растения. Именно с этого дня считалось нормальным начинать купание в реках и озерах, вокруг которых и растет цветок. В этот же период отмечается день Ивана Купалы. Растение-купальница имеет множество других названий в разных регионах России и странах ближнего зарубежья. Ее называют троллиус-купальница – сибирская роза – балаболки. Есть и легенда, связанная с этим цветком. Она гласит о том, что жил когда-то молодой пастух по имени Алексей, который регулярно пригонял табны лошадей ка. Байкал. Кони вбегали в воду, поднимали огромное количество брызг, создавали волны и издавали много шума, тем самым пугая русалок, обитающих в озере. Русалки решили заманить пастуха в свои сети, но что бы они ни делали, тот не подавался на их провокации. Русалки смирились с этим и вернулись на дно Байкала, но одна из них влюбилась в Алексея всей душой и стала бродить за ним по пятам. Пастух всячески избегал ее, но однажды увидел русалку, сидящую у костра. И как только он решился подойти к ней, она превратилась в прекрасный цветок купальницы. Русалки в ночь Ивана Купал и почему называется цветок тролля-купальница звучит на латинском как троллиус, откуда произошло это название точно неизвестно. Кто-то склоняется к тому, что оно пошло из скандинавской мифологии, в которой считается, что именно это растение является любимым он цветком троллей. К сведению, существует и более прозаичная версия происхождения названия, латинское слово троллейус в переводе означает «чаша круглый сосуд» или старогерманской «тролль шар». Ведь цветок купальницы действительно напоминает небольшую круглую чашу. Характеристики растения Ботаническое описание купальницы обыкновенной, стебли прямо стоячие зеленые до одного метра в высоту, листья ярко-зеленые, пальчатые разделенные, цветки яркие, крупные, желтого или оранжевого цвета, аромат в период цветения свежий, тонкий и еле уловимый. Важно! Купальница является ядовитым растением, как и большинство представителей семейства лютиковые. Поэтому работать с ней стоит только в перчатках, это поможет избежать ожогов. Но настоящие знатоки народной медицины используют ее полезные свойства для лечения различных заболеваний. Виды и сорта купальницы и их характеристики На сегодняшний день существует всего 29 видов растения. Большинство из них произрастает только в природной среде, а некоторые, наоборот, выведены исключительно для использования в культурных посадках. Существует сорта купальницы, которые можно одинаково свободно выращивать как в дикой природе, так и на клумбах. Купальница леди-бура троллиус леди-бори и купальница лебедура считается самым морозоустойчивым видом среди своих родственников. Средняя высота составляет 1 метр. В природе распространена на Дальнем Востоке, в Японии, Китае, лесах Сибири, Монголии. Глубоко рассеченные листья располагаются только на верхней части стебля. Диаметр полностью раскрывшихся цветков составляет около 0,5 см. Они ярко-оранжевого цвета с тонкими высокими заостренными нектарниками, которые выделяются на общем фоне. Леди-бура цветок китайская купальница купальница азиатская троллиуса саятикус природный ареал обитания данного вида лесные опушки. Сибири, Монголия, Средняя Ниазия, Полярный Урал. В Российской Федерации этот вид называют также огоньки или жарки благодаря необычной раскраске цветков. Их лепестки яркого оранжевого цвета, а чашелистики оранжево-красные. Этот вид входит в число самых красивых и любимых цветоводами. Обратите внимание, существуют также гибридные махровые сорта. Как культурные растения выращиваются с 1979 года. Купальница европейская троллиуса и европаус этот вид называют самым популярным и распространенным. Он растет по всей территории Европы, Западной Сибири, Скандинавии, на европейской территории России. Высота травы купальницы зависит от условий, в которых она произрастает. Например, в средних широтах она может дорастать до 80 см, в то время как в тундре всего до 20-30 см. Отличается резной красивой густой листвой. Стебли густо ветвятся. Листвой покрыта только верхняя часть цветоноса. Цветки шаровидные около 0,5 см. Восточной долготеаметре источают тонкий, свежий аромат. Они состоят из одного-двадцати чашелистиков, все они одного цвета, но он может разниться у разных растений. Это могут быть оттенки от ярко-желтого до золотистого. В качестве культурного растения выращивается с 16 вг. Существует две разновидности. Купальница садовая с желтоватыми лепестками, дикорастущая разновидность с более крупными цветками, окрас. Которых приближен к ярко-оранжевому. Купальница европейская купальница высочайшая троллиусалтисимус. Данный вид встречается в Западной Европе, любит влажная луга с высокой травой. Стебель прямой, чаще всего ветвистый, достигает 1,5 метра высоту. Листья расположены на длинных, до 60 см, черенках. Желто-зеленые цветочки вырастают на цветоносах, расположенных в азухах листьев. Диаметр каждого цветка составляет около 60 мм. Купальница карликовая троллиус помилус, как ясно из названия, этот вид купальницы низкорослый. Карликовая купальница довольно часто встречается на клумбах, может использоваться в качестве почвопокровного растения. Обратите внимание, высота листовой розетки составляет около 15 см. Цветки мелкие яро-желтого окраса, иногда с красноватым оттенком. Карликовый сорт купальница алтайская троллиус алтайкус алтайская разновидность растет на территории Западной Сибири, Монголии, Китая, Средней Азии и Алтая. Стебель простой или ветвистый, прикорневые пластины собраны в розетку. Цветки шаровидные, они содержат от 10 до 20 лепестков желто-золотого или ярко-оранжевого цвета. Как растение для сада выращивается с 1874 года. Купальница культурная троллиус калтору. Данный вид включает в себя множество различных сортов, которые различаются между собой по размеру и окрасу. Купальница бумажно-чешелистиковая троллиус чертасипалус. Растение достигает всего 15 см в высоту. Произрастает на Чукотке и Восточной Сибири. К сведению, вид занесен в Красную книгу Магаданской области. Купальница полуоткрытая троллиус патулус. Низкорослая разновидность растения, максимальная высота которой составляет 30 см. Стебель прямой разветвленный, на концах побегов располагаются мелкие 2-3 см. Желтые цветочки. Лепестки узкие полуоткрытые, линейной формы. Цветение происходит в мае-июне, плодоношение, в августе. Купальница лиловая троллиус лилоцинус. Купальница лиловая, низкорослый сорт, который крайне редко можно встретить на клумбах из-за его требовательности. Листья ярко-зеленые, состоят из пяти частей, собранную при корневую розетку высотой примерно 7 см. Высота цветоносов составляет 10 см. На их концах расположены лиловые цветки шаровидной формы. Зацветает эта разновидность в июне. Лиловая разновидность купальницы крупнолепестковая троллиус макропитаус. Данный вид садовое цветение продолжается с мая по июнь. Лепестки крупные, окраска цветков желто-оранжевая. Важно! Все дикорастущие разновидности купальниц занесены в Красную книгу России, поэтому не стоит срывать эти растения в природе. Лучше выращивать их на своем приусадебном участке. Сорта, пользующиеся наибольшей популярностью у садоводов. На своих дачных участках цветоводы чаще всего выращивают гибридные сорта, отличающиеся максимальными декоративными свойствами, а также более долгим периодом цветения. Голиаф – высокорослый сорт до 90 см с крупными оранжевыми цветками. Отличительной особенностью является продолжительный период цветения около 30 дней «Оранжкинг». Среднерослые растения высотой около 50 см. Цветки крупные около 5 см. Лепестки темно-оранжевые, нектарники более яркие, лимон-куин. Довольно высокий гибрид европейской купальницы, дорастает практически до 1 метра. Цветки желтые 4-5 см. Восточной долготеаметрия «Лайтболл». Высота куста до 60 см. Цветки 6 см. Нектарники желтые, лепестки оранжевый, оранж-принцесс. Это купальница оранжевая, до 60 см в высоту, с яркими цветами до 6 см восточной долготеаметрии «Файр-глоб». Купальница высотой до 60 см. Цвет лепестков оранжево-красный «Оранж-глоб». Миниатюрная растенница с яркими оранжевыми цветками «Канари-бёрд». Отличается необычными цветками бледно-желтого цвета «Алибастер». Необычный сорт цветки практически полностью раскрытый, их окрас кремовый. Оригинальная купальница почти белая, что не характерно для представителей рода и листов Олэль. Раннецветущая купальница. Ее цветение наступает в начале мая. Окрас лепестков темно-желтый, нектарники золотисто-оранжевые. Куст невысокий, но обильно цветущий «Гол-крест». Сорт, который обильно цветет, цветки располагаются на ветвистом кусте. Чашелистики желтые, нектарники оранжевые, кольт-квиль. Крупные, до 6 см восточной долготеаметрия ярко-желтые цветки характерны для этого популярного сорта. Размножение семенами. Купальница может размножаться тремя основными способами. Делением куста, семенами, покупкой готовой рассады в магазине. Семенным способом можно выращивать купальницу, как из рассады, так и высеивая посадочный материал сразу в открытый грунт. Семена купальницы. Время посадки. Оптимальное время посадки в контейнеры. Середина зимы. Лучше всего подойдет январь. Обязательная стратификация семян. Поскольку перед посадкой семена нуждаются в обязательной обработке холодом, их можно посадить в грунт в середине осени, после чего поставить емкости в неотапливаемое помещение. Весной, когда купальница проклюнется из семян, ее можно пикировать. Обратите внимание, лучший способ стратификации семян заключается в том, чтобы положить свежесобранные семена во влажный песок и убрать в холодное место на несколько месяцев. Когда семена купальницы пролежат там определенное время, можно приступать к посадке. Подготовка грунта. Грунт для проращивания оранжевый и желтый купальниц должен обязательно соответствовать следующим требованиям – воздухопроницаемый, влагопроницаемый, рыхлый, питательный. Для его приготовления можно смешать торф, перегной и листовую землю в равных частях. Пикировка. Когда купальница прорастет, молодые растенницы пикируют, оставляя только самые сильные экземпляры. Можно ли пересаживать из горшка? Важно знать, как посадить купальницу из горшка в открытый грунт. Эта процедура проводится в конце лета, когда цветы уже довольно сильные. Пересаживать нужно аккуратно, не повреждая корневую систему. Важно! Если нет возможности проращивать купальницу в горшке, можно сажать семена сразу после сбора в открытый грунт. Описание размножения делением. Семенной способ размножения не является самым популярным. Чаще всего этот цветок размножают делением куста. Для этого берут взрослые растения, выкапывают и аккуратно разделяют на несколько частей. Места срезов присыпают толченым древесным углем. При размножении растения таким способом выращивания цветка купальницы становится более продуктивным. Он омолаживается и цветет еще более ярко и пышно. Особенности ухода в саду. Посадка и уход за купальницей в саду не требуют особых затрат. Цветок абсолютно неприхотлив. Не случайно называют купальницу болотным растением. Она предпочитает места с повышенной влажностью. Это заложено в ней генетически. Обратите внимание, трава предпочитает хорошо освещенные места, в которых отсутствуют сквозняки и порывы сильного ветра. Чего боится растение? Боится купальница теней, засухи, сильного ветра. Полив. Полив требуется осуществлять регулярно по мере просыхания верхнего слоя почвы. В период засухи данную процедуру следует проводить ежедневно. Мульчирование. Можно проводить мульчирование натуральным материалом, чтобы уменьшить количество испаряемой из поверхности жидкости. Рыхление после полива. Рекомендуется слегка рыхлить почву вокруг цветка. Также важно удалять сорняки, растущие вокруг. Подкормки. Подкормку оптимально проводить два раза в сезон после схода снега и перед закладкой бутонов. Для удобрения следует использовать следующую смесь. Вода. 10 литров. Мочевина. 1 стакан. Ложка. Нитрофоска. 1 чайная ложка. Удобрение вносится небольшими дозами. Пересадка. Пересадка производится по мере необходимости или с целью омоложения растения. Когда и как цветет. Когда цветет купальница, ей можно лобоваться бесконечно, особенно если это массовые посадки. Цветки в зависимости от сорта могут быть простыми полумахровыми или махровыми. Форма цветков купальницы всех сортов шаровидная. Обратите внимание. Период цветения зависит от сорта. В любом случае он затрагивает мэй, его начало или конец. Средняя продолжительность цветения 3 недели. Изменяя в уходе период цветения. Никаких изменений в уходе растения не требует. Возможные проблемы в выращивании. Данное растение можно легко вырастить на своем садовом участке или огороде. Оно имеет высокий иммунитет к большинству заболеваний. Поскольку растение ядовито, вредители практически не трогать его. Если кто-то был замечен на цветке, можно обработать его инсектицидом. Болезни почти не нападают на купальницу. Иногда могут появляться грибковые инфекции, например, головня и септориоз. В таком случае поможет фунгицид. Важно! Все болезни чаще всего возникают именно из-за неправильного ухода. Поэтому, чтобы избежать проблем, стоит всего лишь соблюдать простые правила. Использование в ландшафтном дизайне. Цветок активно используется ландшафтными дизайнерами для оформления альпийских горок, искусственных водоемов, клумб в скандинавском стиле. Чудесно смотрятся желтые цветки на фоне других высокорослых ярких контрастных цветов, например, с ирисами, васильками, дельфиниумами, прострелами. Использование в ландшафтном дизайне купальница – растение, которое часто используется цветоводами. Его просто выращивать, оно практически не требует никаких условий. Поэтому такой красивый цветок подойдет для тех, кто не имеет возможности проводить много времени на дачном участке. Выращивание цветка купальницы для них – оптимальный вариант.